Друзья, трагические новости. Жители станицы Старовеличковской и Калининского района Краснодарского края простились в Санкт-Петербурге с аспиранткой СПБГУ Анастасией Ещенко. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей. Поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме в станице Старовеличковская. Пришли сотни людей, храм не смог вместить всех. Люди стояли во дворе, было много цветов. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи. Сказал собеседник агентства. По его словам, девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу. В убийстве Анастасии Ещенко подозревается бывший доцент СПБГУ Олег Соколов. Мужчина был задержан утром в субботу 9 ноября, после того, как спасатели вытащили его из реки Мойки. При себе у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире историка обнаружили страшную находку. Олег Соколов дал следствию полное показание и признался в содеянном во время суда. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Наследственный эксперимент, который состоялся в пятницу 15 ноября, на набережной реки Мойки, Соколова привезли в бронежилете и каске. Совместная жизнь аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко с преподавателем Олегом Соколовым не вызывала у ее родителей никаких опасений. По словам отца убитой девушки Олега Ещенко, дочь хорошо отзывалась о своем возлюбленном. «Я как рассуждал, если ей хорошо, то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали. Говорили, да, что у этих отношений нет будущего, но она любила его», – приводит слова Олега Ещенко «Пятый канал». Ещенко уточнил, что единственным обстоятельством, которое изменилось в последнее время, стала частота звонков дочери домой. Анастасия звонила реже, а разговоры были короче. Анастасия жила скромно, вставала рано, сама себе готовила, пропадала в библиотеке и архиве. И радовалась, когда удавалось уложиться в 8 тысяч рублей в месяц. Евгения Лукьянова опубликовала скриншоты своей переписки с Настей Ещенко. Евгения Лукьянова считает, что Анастасия Ещенко очень сильно и очень чисто любила Соколова. Девушка всегда его поддерживала, лечила, когда он болел, защищала, когда обижали. Темой Наполеона она занялась именно из-за него. Саму Настю гораздо больше интересовала история России 20 века, и она чувствовала, что теряет себя в научном плане. Скакала по камням на коне, потому что он сказал, говорит Евгения об участии Насти в реконструкторских шоу.